Добрый вечер, дорогие друзья! Мы находимся в галерее Церетели, и рядом со мной прекрасный, неподражаемый Стас Костюшкин. Стас, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Видела ваше потрясающее выступление, ну расскажите о своих эмоциях. Ну, вообще работать перед детьми, вот до выхода детей, это самое неблагодарное, потому что всегда дети будут круче, чем любое выступление. Я, правда, схитрил, у меня мой сын сидел в зале, я его схватил и добавил немножко детства своему выступлению и как-то продержался. Но всегда и все же выступление перед детишками, это вот самое-самое тяжелое, потому что дети всегда будут хай-энд. Если сюда же дети выходят к тебе, и ты здорово выступаешь, но они подходят к тебе, все равно они самые главные, самые важные. Сегодняшнее выступление детей это доказало не раз, потому что костюмы фееричные, чистота, детская непосредственность, все это так круто. И, ну, действительно, было очень-очень здорово и позитивно, что большая редкость для таких показов. Да, действительно, это было эффектно и красиво. Стас, скажите, пожалуйста, вот говорят, что главное в воспитании ребенка – это правильно подобранный отец. Вы согласны с этим? Ой, нет, конечно, нет. Я считаю, что самое главное – это, во-первых, мама, самая-самая главная мама. Папа – это такой, где-то там, то есть, что касается папы, это вот бронепоезд, который стоит на запасном пути. Что-то надо, конечно, к папе, но самое главное, самое важное – у ребенка должна быть мамочка. И у нас в семье так оно и есть, мама – это вот самое-самое важное. И мы прививаем, чтобы любовь к маме никуда никогда не девалась, и никогда она не переходила на сторону папы. Папа – да. Ну, мы даже так делаем, что папа как-то такой брат и друг. Вот это подходит. Поиграться в компьютерные игры, поехать на велосипеде, там, покататься на сноуборде вместе, там, походить на тренировки. Да, вот это такая братская история. Вот. Но мама – мама – это святое. Ваш сыночек растет не по дням, а по часам. Вы уже определились с его дальнейшим творческим будущим? Нет. Нет. Сказать, они оба достаточно творческие. Мирончик совсем маленький, который, ему три года. По-моему, он будет певцом. Очень-очень похоже на то, что хотя, хотя уже занимается акробатикой. Ну, мы так разбили, что мама сказала, пускай он хотя бы там первые 18 лет, 19-20 будет акробатом, а потом певцом. Я говорю, давай, нормально, это все равно не повредит. Расскажите о своих творческих планов на сегодня, на будущее, ближайшее. Мы снимаем в ближайшее время клип на новую песню, которая, я надеюсь, порвет ваши сердца и души, растанцует вас, распляшет. Очень хороший трек. Давно такого не было. И что большая редкость написал не я, потому что «Женщина, я не танцую, фай, нет вай-фай», это все я написал. А здесь мне подарили песню, песня роскошная. Я уверен, что зайдет в лето очень круто. И жду от вас прямо танцев, от всех от вас, все, кто смотрит. Танцуйте под нее, я пока не буду говорить, называется, но вы точно ее узнаете и точно под нее потанцуете. Это был Стас Костюшкин. Спасибо, Стас. Спасибо.